Привет из холодной Сибири! Что не понравилось испанскому бодибилдеру в Сибири? Очень холодно, что думает зарубежный профессионал об объективном судействе в Pro League. Все-таки этот спорт получил основное развитие именно в США. А также, смог ли испанец сибирскую еду попробовать? Наши зрители уже видели несколько репортажей, связанных с поездкой испанского бодибилдера Пака Баутиста и российского профессионала Сергея Шелестова в Сибири. Однако, часть материала, а именно то, что оставалось за кадром поездки, мы не публиковали и расскажем об этом сейчас. 5 и 26 марта пройдет выставка спортивного питания и фитнеса площадью 10 тысяч квадратов. Более 20 образцовых турниров. Приглашенные гости – звезды мирового масштаба. Станьте частью яркого спортивного праздника нового уровня. Siberian Power Show 2017. С Пака Баутиста мы встретились в Томске. До этого он и Сергей Шелестов уже посетили Новосибирск и Кемерово. Поэтому по дороге в один из томских спортклубов, где у Пака был намечен семинар, мы спросили у испанца о его впечатлениях от Сибири. Очень холодно, но в целом я очень доволен. Это уже мое второе путешествие в Россию и мне очень нравится. Я очень рад, но очень много времени уходит на работу, посмотреть достопримечательности и какие-то интересные места не успеваем. Прежде я уже был в России, в Москве, в Уфе, Казани, Краснодаре. В этот раз очень холодно. Прежде была весна и было намного теплее. После семинара, о нем уже рассказывали прежде, ссылка в описании, для экскурсий по городу уже было поздно. А вот хорошо поесть бодибилдеру никогда не поздно. Сибирских или традиционно русских блюд в одном из лучших ресторанов Томска, видимо, не оказалось. Впрочем, испанец, похоже, к экспериментам не был готов. Филе говядины, паста с морепродуктами, вода. От алкоголя отказался. Взял Кока-Колу. Это мое обычное меню. Я сейчас не готовлюсь к никакому соревнованию, поэтому мой заказ абсолютно не диетический. Сейчас я могу себе это позволить. В межсезон у меня нет таких продуктов, которые я бы не употреблял. Я ограничиваю себя только в сезон. Я не понял, что я не знаю. Кстати, на шестом месте того турнира был Алексей Шабуня из Беларуси. Шелестов поинтересовался мнением испанца об этом атлете. Баутиста признался, что никогда о нем не слышал. Но с интересом оценил его форму по фото и назвал ее весьма неплохой. Заодно мы поинтересовались у испанского профессионала тем, насколько важно гражданство атлета для победы на американских турнирах. Если откровенно, то страна, которую ты представляешь, имеет значение. Так сложилось, что в нашем спорте при прочих равных условиях предпочтение отдается американцам. Все-таки этот спорт получил основное развитие именно в США. На наше возражение, что такой подход не объективен и, возможно, пока ошибается, испанец лишь покачал головой. На следующий день, пока наш испанский гость отдыхал, мы решили немного прогуляться по городу и по просьбе наших партнеров из компании Гион заглянули в один из томских магазинов спортивного питания. Теперь здесь можно купить в том числе и продукцию этого бренда. Подробнее в описании к видео. Отличная новость для любителей спорта и здорового образа жизни. Спортивное питание бренда Гион теперь и в Томске. Переулок 1905 года, торговый центр, модный базар, магазин спортивного питания Арнольд Маркет. Широкая линейка продукции одного из лучших российских брендов уже в продаже. Эй, привет из холодной Сибири! Кстати, в Томске купить хороший спортпит можно сразу в нескольких магазинах. В один из них, принадлежащих сети Grand Sport, заглянул и наш испанский гость. Дальше тренировка Шелестова и Пака в одном из томских спортзалов. Подробнее об этом мы уже рассказывали на нашем канале. Ссылка в описании. После тренировки испанец пообедал рисом и курицей, а также признался, что из-за холодной погоды и перепадов температуры ощутимо простыл. Пака рассказал, что обычно успешно поддерживает свой иммунитет с помощью витамина С. Однако сибирский климат и погода оказались сильнее. Кстати, объективно, столь холодная погода в чем-то стала сюрпризом. Это была середина октября. Видно, что еще и листья на деревьях зеленые, но тем не менее резко выпал снег и похолодало до минус десяти. На этом сибирская часть турне Пака Баутиста и Сергея Шелестова подошла к концу. Однако по дороге в Испанию наш гость немного потренировался в Екатеринбурге и провел семинар в Тольятти. Впрочем, это уже другая история. Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за новостями на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова